Здравствуйте, мои дорогие стартап-котики! Сегодня вместе с Сергеем Дороничевым мы делаем абсолютно новый пилот, абсолютно новую передачу, которая будет называться «Те хрень, те хрень! What you gonna do? What you gonna do when they come for you?» Но давайте я, прежде чем болтологизировать, что я обожаю делать, я давайте представлю не просто гостя, Сергей не гость, а мы вместе с Сергеем это дело все будем нести. Сергей Дороничев — человек, очень много знающий про технологии, очень много знающий про стартапы. Он возглавляет серьезный департамент большой-большой компании, не только департамент, а целое направление, занимающееся VR, AR, но на самом деле имеющее очень прямое отношение к искусственному интеллекту, к IoT, Internet of Saints, если кто не знает. И по своей, по каждодневным обязанностям и, наверное, призванию он постоянно работает со стартапами. Сергей, давай я дам тебе, я люблю обычно занимать собой весь эфир, это профессиональная деформация, прости. Давай я дам тебе слово, и ты немножко расскажешь. Всем привет, Игорь. Спасибо большое за представление, такое теплое. По сути, ты уже все рассказал. Действительно, я возглавляю направление виртуальной дополненной реальности в одной из крупных корпораций. У нас инновационный центр, здесь в самом центре Кремниевой долины, в Мэнбл Парк, на Central Road. Это там, где находятся все венчуры, это Sequel, и Андрес Хоровиц, Грейлорг Партнерс, и все остальные. Буквально через дорогу от Стэнфорда в 10-15 минутах езды от Хэппоттерс Гугл, Фейсбук. Вот. И, по сути, наша роль, да, она не ограничивается только работой в VR и AR направлении. Мы работаем с огромным количеством стартапов в областях, которые Игорь только что перечислил, да, с большим упором на искусственный интеллект. Вот. И наша задача — пробовать как можно больше вещей, смотреть, имеют ли они вообще смысл, можем ли мы их как-то масштабировать и применять в различных индустриях, да, что дает нам довольно, как бы, позволяет иметь довольно широкий кругозор на разные технологические темы, да, топики. Сегодня мы, ну что тогда, мы начнем с, как, с новостей, или как мы поговорим? Давай начнем с новостей, но если ты не против, я еще раз просто интересно прокомментирую. Смотрите, то есть Сергей, тот человек, почему мы решили вместе вести эту передачу, мы так и не рассказали об этой передаче. Сергей просто тот человек, который, мне кажется, абсолютно идеально со мной, простите за антицизм, мячится, потому что... Ну, мы с тобой беседуемы. Сейчас меня пугать, Игорь, я этого не знаю. Не, не, нормально, мячится, мы с тобой, мы с тобой любим совсем, совсем другое. Он прекрасно со мной мячится в том смысле, что и у него, и у меня, поправь меня, Сергей, но и у него, и у меня очень интересные такие профессиональные деформации, которые совершенно друг друга вот не пересекаются. То есть моя деформация это бесконечная поверхностность, вот просто бесконечная поверхностность. Мы сейчас Сергей... Меркностность, поверхностность. Вот мы сейчас с Сергеем как раз смеялись на эту тему, что венчурные капиталисты, вот типа меня, это такие, как студенты, не выучившие билетик. И они... Просто меня можно разбудить. Я, кстати, спал сегодня утром, так что простите за основный вид. Меня можно разбудить и сказать, что думаешь про это и это? Я такой, как сонный студент, сразу же отвечу так-сяк на билет. Потому что, ну нет такого, чтобы венчурный капиталист понемножку не знал. А Сергей, наоборот, человек, который не может быть поверхностным. Поправь меня. Ты обязан быть въедливым. Ты обязан доходить до сути. Не только ты там, вся твоя команда. Правильно? Ну, правильно, да. То есть, тем не менее, скажем так, все равно у меня не получается в силу именно своей должности сфокусироваться на чем-то одном, что мне наиболее интересно. То есть мне приходится прыгать между разными темами довольно часто. Но ты прав. То есть, да, в нашем случае нам приходится погружаться довольно глубоко. И мы делаем кучу прототипов, мы разрабатываем сами какие-то вещи, делаем минимум viable products, тестируем их и так далее, и тому подобное. Ну да. И в этом смысле это как раз очень интересно, мне кажется, такой мэч. Без какой-либо сексуальной подоплеки, Сергей. Мне кажется, это очень классный мэч в том смысле, что мы будем пытаться как раз с разных сторон. Вот сейчас у нас пилот этой передачи, эта хрень. Будем пытаться с разных сторон посмотреть. Ну, еще раз, последняя попытка вступления, и мы начнем наш маленький пилотик. Смысл передачи вот в чем. Для тех, кто вдруг не знает, но те, кто в силиконовой долине, или кремниевой, как некоторые говорят, хихи, живет, они прекрасно знают, что как бы вот здесь все про технологию, все про стартапы, все разговоры, черт возьми, про технологии, про стартапы. Это ужас какой-то. На самом деле, пережить очень тяжело, и, в общем, ты деформируешься страшно. Но здесь есть, наверное, один из самых известных таких порталов, публикаций, изданий, TechCrunch, который, ну, просто читает поголовно, там, многомиллионная аудитория. И мы решили сделать вот такую легкую пародию, которая называется не TechCrunch, а тех хрень, которая каждую неделю будет рассказывать о каких-нибудь интересных новостях. Вот, давайте попробуем. Я также пытаюсь, делаю робкие попытки петь. Те из вас, кто прям совсем-совсем, кому это не нравится, вы напишите. Но пою я примерно так. TechCrunch, TechCrunch, whatcha gonna do, whatcha gonna do, when they come for you. Если кто не знает, это из фильма, ну, вы знаете, из какого-то фильма Bad Pulse. Сергей, ну, чего? Давай, наверное... Я только заметил, когда ты так поешь, ты, по сути, еще и кикбоксируешь, да? Какой-то многочисленный твой квитер. Я бы хотел тебя увидеть на дискотеке, если честно, потому что я подозреваю, что движение опять тебе будет. Ну, это тоже деформация, потому что я много лет всякими мемейками занимался, и я когда боксирую, я обычно включаю музыку, и это ритм очень классный, поэтому... Слушай, круто подловил, да, да, здесь такое. Я очень давно не танцевал, на самом деле, хотя люблю это дело. Ну что, Сергей, давай начнем, наверное. Ты у нас ко-хост, запускай, или если хочешь, я могу, в принципе, без разницы. Давай, давай, я начну. Да, то есть сейчас мы вам покажем пару новостей, которые мы очень быстро отобрали, потому что нам приходится отбирать актуальное, то, что только, по сути, на этой неделе произошло или было обнародовано. Давай я заберу право расширить экран. Пока Сергей шарит экран, то есть мы сейчас будем показывать какие-то новости и комментировать их. Да. Итак, давайте посмотрим, что здесь происходит. Говорить мы сейчас будем про великолепного Илона Маска, да, великолепного, безумного, многие его ненавидят, многие восхищаются, но одно, наверное, что в чем все сходятся, то, что человек делает какие-то совершенно фантастические. Он сначала о них говорит, когда еще кажется, что это просто невозможно, а потом он это еще и делает. то есть за его спиной несколько суперуспешных уже компаний, стартапов, такие как SpaceX, Tesla, SolarCity, вот, и многие, наверное, слышали, что несколько лет назад, я думаю, на самом деле, первый раз он сказал про это в 2013-2014 году, и сказал он это больше в шутку, чтобы высмеять план по строительству скоростной магистрали для поездов между Сан-Франциско и Лос-Анджелес, который должен был стоить 40 миллиардов долларов государству, а при этом скорость была чуть-чуть быстрее простого поезда и намного медленнее самолета. Тогда он в шутку предложил построить такую супер трубу, да, которую, как вот бумажечки раньше пересылали по зданию, там, да, вот, и запускать по ней людей. Давайте, еще раз запущу сейчас для фона, вот, и посмотрим, что он на самом деле сделал. Сначала это была шутка, но в итоге она стала настолько хайповая, что он просто не мог упустить такую возможность и продолжил троллить людей, что он все-таки это всерьез и построит. И, представьте себе, он построил, да, то есть, в Лас-Вегасе в этом году, ну, сейчас уже сделан прототип длиной 1 милю, и до конца года они собираются запустить это как коммерческий продукт, то есть под Лас-Вегас Conventional Center, да, то есть под их выставочным огромнейшим центром, у которого радиус порядка 1 мили, то есть 1,5 километра, да, условно, они прорыли эти туннели, вот, и теперь по ним могут ездить на машинах Тесла со скоростью 250 километров в час, да, при этом по плану они хотят запустить три станции, и тогда в день они смогут перевозить порядка 4,5 тысяч пассажиров, ну, то есть, когда вы, на самом деле, если вы когда-нибудь были там, то вы видели, что это просто огромнейшая площадка, да, и пройти с конца в конец ее, это занимает очень-очень много времени, соответственно, как бы они пытаются поставить то кучу автомобилей Тесла разных моделей и перевозить пассажиров, то есть, представьте себе, как бы человек сделал не совсем то, что он изначально нам обещал, но я думаю, что это первый шажочек к тому, что действительно людей начнут перевозить в капсулах, как он обещал, и со скоростью намного выше, чем 250 км в час. Что ты думаешь про это, Игорь? Слушай, я думаю, что это абсолютно нереально, но я сразу же геймер, я влюблен во все, что делает Маск, и уже у меня допоминал гикбоксинг, у меня набиты на всем мозоли, и наоборот шишки от битвы с другими людьми, которые его не любят, там, неважно, как к нему, как к человеку относиться, но что мне в этом нравится? Мне в этом нравится вот что. Мне нравится то, что я, как в Севиси, человек, умученный нарзаном рассказов о том, как будет все классно, дайте только много-много лет, много-много денег, не задавайте никаких вопросов, и все будет хорошо. А в чем этот южноафриканец крут, в том, что он, я недаром упоминаю, что он южноафриканец, у него кровь горячая, черт возьми, он крут в том, что он конкретику предлагает, он не говорит там, дайте миллиарды, там, пройдут годы, вот даже вот со SpaceX, который все ругают, но уже четкий план. Там, неважно, иногда там что-то проваливается, не работает, блин, ну в каком стартапе не проваливается. А здесь все абсолютно реально, он не говорит, мы будем строить там какие-то вакуумные мосты, вот он конкретика, шаг первый, шаг второй, шаг третий. Мне дико нравится, я между Л.А. и Сан-Франциско чуть меньше 400 миль. То есть теоретически, ну и опять же, это 250 километров теоретически ты за два часа от любой точки в Сан-Франциско до любой точки в Л.А. можешь доехать. Блин, ну вообще просто дико, дико круто, без всяких там этих инфраструктурных, десятком миллиардных. Офигенно круто, я в восторге. Слушай, ну вот ты как человек, как ты сказал, научной жизнью ВСИ, инвестирующий только в реальные вещи, ты бы сейчас бы, оказавшись 20 лет назад, ты бы, если бы увидел бы компанию Tesla или SpaceX, ты бы тогда бы в них инвестировал? Слушай, хочется, хочется что-нибудь сказать, какой я хороший, прозорливый, как я все знаю и так далее, но я всегда, как бы, с горечью рассказываю, что когда-то мог инвестировать в компанию Pinterest по оценке 50 миллионов. То есть заработать, наверное, где-то в 300 раз за несколько лет и этого не сделал. Поэтому я не очень уверен. Давай будем честны, не будем задним числом. Хочешь сказать да, но я не знаю в реальности, я не знаю. Но то, что абсолютно точно любого опытного, не в смысле, что он какой-то суперумный, а опытного в смысле, что он очень много итераций прошел, то, что любого опытного инвестора реально возбуждает, это когда люди не строят вот этих вот воздушных замков, дайте много денег, не задавайте вопросы, через много-много лет будут миллиарды. А когда люди говорят, вот сейчас рост такой-то, вот каналы приобретения клиентов такие, это следующий шаг такой-то, и Маск просто в этом, блин, ну очень круто, очень круто. Это сейчас, я думаю, очень круто. То есть, судя по тому, что ты сказал, ты бы в него не инвестировал. Может быть, да-да-да, я поэтому честно и говорю, да-да-да, может быть. Ну, то есть, инвестировал бы в его этот X 100%, 100%, для тех, кто не знает, это то, что потом стало PayPal-ом. Инвестировал бы в его, я забыл, то, что он в юности разрабатывал эти utilities тоже 100%, очень круто, очень все конкретно, там, облачно, там, до того, как вообще облачность появилась, да. SpaceX нет, и скорее всего, не слайд. Ну и плюс, я в этом не разбираюсь, да, и как бы я как ангел совсем маленький инвестор, а как VC все-таки у меня есть партнеры, мы там не единоличным консенсусом решаем. Ну, хороший вопрос, кстати, Сергей. А как ты думаешь все-таки, это разовая история, то, что они сделали? То есть, он просто сейчас тоже по сути всех троллят, что я обещал и сделал, вот, или же это все-таки масштабировано какое-то решение на, не знаю, с перспективой на 10 лет? Абсолютно уверен, что это решение с перспективой. Если хочешь, кстати, вот тоже интересно, между прочим, давай я сейчас разверну стол в твою сторону. Меня ужасно, давай чуть-чуть поболтаем про футуризм, ты правильный человек, с кем это можно сделать? Меня ужасно возбуждает вся тема от того, что человек постоянно живет в очень зафиксированном фрейме, вот в таком, в каком жили наши предки не только там 100-200 тысяч лет получеловеческой, человеческой эволюции, но и миллионов до человеческой эволюции, вплоть до одноклеточных, из которых в итоге, в общем-то, мы все и произошли, как не страшно это осознавать, и забавно, что мы приспособлены к нашей такой уже приматской или приматной, наверное, эволюции, мы приспособлены в основном для жизни на равнинах и холмах Африки в такой шкуре с хвостом на деревьях и так далее, и так далее. Это смешно, но это правда так, я не преувеличиваю. И мы все привыкли жить в каком-то одном и том же фрейме, мы не представляем себе, что этот фрейм, и я в том числе тоже, что этот фрейм поменяется, но я абсолютно уверен, что, вот скажи мне, что ты думаешь, а машины, которые достигнут вот этого третьего и четвертого уровня driverless, буквально вот прям за углом, я думаю, что за углом, и тоже, кстати, интересно, что ты думаешь, я думаю, что там больше вопрос не к технологии, а больше вопрос к регулятору, насколько регулятор государства позволит этим машинам двигаться. Второй вопрос, это вопрос по регуляции скорости, если машины будут driverless, если машины смогут, да даже не обязательно в этом туннеле, а вообще на дороге, с гораздо большей степенью безопасности и реакции двигаться, то почему машины абсолютно легко могут со скоростью 200-250 километров, ну, более или менее легко уже могут со скоростью 200-250 гонять, почему им не гонять, почему не запретить человека за рулем в этом случае, потому что, как бы, будет аварийность, почему тогда, нафига вообще нужны тогда большие города, да, вот я живу там, ну, в центре, можно сказать, фишермен ворф, в Сан-Франциско, а ты более умно живешь в долине. Вот, прости, я набросал кучу на тарелку, давай, вот ты, 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 скажи, слушай, ну, если, если так, на это смотреть, то я уверен, что мы туда идем и мы идем туда намного быстрее, чем казалось еще 10 лет назад, да, то есть, кто бы, ну, даже, не знаешь, даже 5 лет назад, когда Тесла начинала только показывать свои автопилоты, то есть, все это расценивали, как только, знаешь, там, возле гаража поездить. Я сейчас, у меня есть огромное количество друзей, которые на хайвее, там, да, они включают этот автопилот, да, одним глазом смотрят и ездят. это реально работающее решение, вот, которое здесь уже сейчас. При этом, я думаю, что, если заглядывать немножко вперед, то вся история будет значительно проще, если реально все машины будут уметь это делать, начнут общаться между собой. То, что ты сказал, если, вариант запретить реальных водителей, я не знаю, конечно, когда до этого дойдет, но, возможно, в каких-то маленьких странах, вот, или маленьких регионах это будет вполне реальный случай. Я не знаю, на Манхэттене, например, там все равно на своих машинах никто не ездит. Они скажут, знаете что, здесь только такси, и они только во все, как бы, сами ездят. На участках каких-то ограниченных это вполне можно контролировать, и тогда, мне кажется, как раз-таки безопасность тоже вырастет. И постепенно это будет уже масштабироваться на какие-то, на какие-то другие вещи. Вот. Слушай, ты там столько вопросов задал, что я... Прости, я просто, вот это вот видишь, вот это еще профессиональная информация. Что-что? Что, Сергей? Ты еще так издалека начинал про людей в шкурах, на холмах, и я как бы, я уже боялся вопроса, а потом оказалось, что все в driving cars, думаю, ну я на тебе. Так ты сказал. Да, это профессиональная информация, и для тех из вас, ребята, кто смотрит, это абсолютно типичный, такой заскорузлый, заплесневелый, венчурный майндсет, в котором нейроны перепутаны, ну, сейчас для тех, кто знает про нейроны, я говорю полную чепуху, но как бы образно говоря, нейроны настолько, просто сейчас народ начнет писать, ты что, дурак, нейроны не перепутываются, нейроны настолько, образно говоря, перепутаны, переплетены, что одна вещь вытаскивает совершенно другую, и в общем, общаться с такими людьми, как я, очень тяжело, если ты не сам такой человек, поэтому, когда, момент, минутка рекламы, поэтому, когда ты смотришь, вести кухню, иногда думаешь, что они несут, что они несут, вот, ну, хорошо, супер, слушай, по-моему, очень здоровская, очень интересная дискуссия, я, я на самом деле, кстати, с удовольствием бы ее как-нибудь продолжил, давай, может, если ты не против, я запущу свою, я запущу свою тогда маленькую презентушечку, она достаточно драматичная, вот, предупреждаю, но очень интересная, делаю share screen, же должно было быть полукомедийное шоу, чем-то драматичные новости, как бы представляешь, ну, ты знаешь, а в нем она, кстати, оно просто, ну, сейчас вы поймете, о чем, дорогие зрители, оно напоминает нам о том, что в жизни всегда есть место и смеху, и легкой грусти, но, как бы, нужно осознавать, что есть разные в нашей жизни времена, и что в какой-то момент мы все, мы все умрем, к огромному сожалению, вот, вот такие вот ребята, Сергей, видно, да? Да, супер, я выключу звук, значит, это абсолютно потрясающие ребята, которые, стартапчик, которые обратили внимание на то, что огромнейшее количество людей являются, ну, в Америке это слово не сильно принято, инвалидами, людьми, у которых отсутствует либо от рождения, либо из-за аварии, либо из-за болезни, отсутствуют какие-то конечности, и вот такая вот потрясающая, невероятно крутая рука, функциональная, не просто крюк, которым ты можешь что-то подвинуть, а вот, как они показывают, абсолютно функциональная рука, она стоит огромных денег, ну, можете очень легко найти, 50 тысяч долларов, это совершенно такая примитивная штука, а в общем такая нормальная стоит 1100. И вот ребята сделали руку, которая не просто рука, сейчас вы посмотрите, она очень правильным образом подсоединяется к тем, я пытаюсь сейчас правильно по-русски, по-английски то с трудом это объясню, к тем окончаниям человеческим, нервным, которые у человека есть, и дальше человек тренируется таким образом, чтобы можно было заставлять пальцы шевелиться, ладонь открывать и так далее. И за несчастные, по-моему, начинается с 6000 долларов, или с 7000 долларов, эта рука, и она делается индивидуальной, там тон кожи, естественно, размеры руки, по мере того, как ребенок, если это ребенок растет, то эта рука делается больше и так далее, реконструируется, там можно выбирать различные опыта, того, насколько это жесткий, материал не жесткий, насколько там ускорение, насколько, я сейчас с ужасом, Сергей, захожу на твою территорию, все эти термины, которые я говорю, там гироскоп и прочие вещи, вот, то есть, вот, насколько потрясающая вещь, что эти ребята, называются они, шулым, как вы видите, насколько потрясающе то, что они сделали, они смогли, во-первых, найти материалы, которые относительно, ну, достаточно недорогие, они, во-вторых, смогли проанализировать, какого рода действия можно, повторяющиеся в производстве, то есть, буквально, в 3D-принтинге повторять, чтобы не каждый раз конструировать заново эту руку, и они нашли возможность, то, что другие делают за, такую примитивную, за 50 тысяч, ну, относительно примитивную руку, и более серьезную, вот, такого же уровня, ничем не хуже, на самом деле, за 100, они ее делают за 7 тысяч долларов, при этом с огромным количеством кастомизаций, с огромным количеством опций, также предоставляют тренинг, ну, это, с моей точки зрения, просто настолько потрясающий прорыв, что, ну, даже сложно сказать, вот, и да, сразу же отвечая на вопрос, да, это что-то, во что вот такие инвесторы, как я, безусловно, бы рассмотрели возможность инвестировать. Что думаешь? Я думаю, что, во-первых, что это просто потрясающе, что с каждым годом предпринимательство и, я не знаю, изобретательность, да, не знаю, как это сказать, вот, становится все более и более доступно для простых людей, для маленьких компаний и так далее. То есть, я уверен, что 20 лет назад что-то подобное могли сделать только какие-то большие конференции. Именно поэтому это и стоило таких космических денег. Сейчас, когда со стороны там софта у тебя все в open source, да, ты можешь вот там все выкачать и использовать, как там у тебя, как ты сказал, нейроны там, нервные окончания будут, не да, не нейроны, нервные окончания будут с твоим протезом взаимодействовать, просто находясь дома. Вот, при этом там напечатать какие-то части на 3D принтер или еще что-то. И у нас получается в итоге вот такие вот потрясающие как бы продукты, которые в разы там или там в 5 раз дешевле, да, чем любые аналоги. Прости, в 20, в 20. В 20. Вот. Ну, то есть вообще как бы обалдеть. Вот. Мне вот интересно, знаешь, опять-таки с твоей точки зрения, как инвестора, когда к тебе приходят и начинают пичить вот подобного рода проекты, как это impact investment, да, вот. Насколько, как бы у тебя не возникает ощущение, что как бы они ждут, что тебе сложно сказать им нет. Вот, да, вот как бы, где это было там в 12 стульях, да, что как бы на голодание, нет, где это было, это у Бушарикова, да, там было, проголодающая по Волжье, что вы что не сочтуете детям, да, я очень сочтуен, но не хочу. Вот, когда к тебе приходят стартапы с подобной идеей, говорят, вы же понимаете, что вы сможете помочь миллионам людей, вот. Но ты, например, как бы не видишь там бизнес, бизнес-модели, да, реально. Что происходит в твоей голове в этот момент? Слушай, шикарный вопрос, шикарный вопрос, абсолютно, очень закономерный, действительно, такое периодически происходит, действительно, периодически приходят люди. мы совершенно не собираясь, несколько раз инвестировали, мы, например, инвестировали в потрясающий по своей, я не знаю, доброте, глубине продукт, который позволяет слепым людям, практически вообще с любым приложением, с помощью айфона и андроида делать интеракции, то есть он просто читает, там, типа, здесь можно нажать это, здесь отвечает то-то, озвучивает, там, и так далее, просто абсолютно нереально, то есть люди, у которых, казалось бы, нет никаких шансов этим пользоваться, куча всяких ключевых приложений, вот, они ими пользуются, это дико круто, там, ну, например, просто вот даже iTunes, да, или там подкасты, они же не приспособлены все равно для человека без зрения, как ты можешь их выбрать, вот, это приложение позволяет, вот, то есть я уверен абсолютно, что, я еще раз, да простят меня зрители, второй раз рекламирую VC-кухню, но у нас был бурный спор на VC-кухне между Сашей Джонсом и Игорем Рябеньким, моими друзьями, очень опытными двумя венчурными инвесторами, в общем, более или менее, наверное, все-таки мы пришли к дефиниции о том, что, я боюсь, что я немножко приписываю свою точку зрения, но мы более или менее, как мне кажется, могу ошибаться, пришли к дефиниции о том, что смысл бизнеса все-таки в зарабатывании денег, бизнеса, но смысл существования человека, меня, Игоря, Саши и прочих, не в том, чтобы зарабатывать деньги, а в том, чтобы быть человеком, и да, как бы часть этого это бизнес и капитализм, и так далее, но, конечно, очень хочется жизнь свою прожить, не только ради того, чтобы ты денег заработал, а ради того, чтобы ты что-то классное сделал, и, вот тут ключевой момент для меня, когда ты видишь пересечения этих двух вещей, а когда ты видишь, вот я, трулимп собираюсь прям серьезно посмотреть, что там с ребятами происходит, сейчас мы сделаем им хорошую рекламу, вот, для меня это, блин, это крутейшая коммерческая штука, слушай, там люди и страховка платят 100 тысяч долларов за то, что эти ребята продают за 7, но нужно посмотреть, какие у них там profit margins и прочее, слушай, да они теоретически могут многомиллионную компанию построить и помочь людям, то есть мой ответ к тебе, он такой не очень прямой, и если его совсем упростить, как бы, дядь, дай миллион, ты упомянул Ильфа Петрова, да, помнишь, это беспризорник, который бежал за Остапом Бендером, и он ему яблоко в итоге дал, то есть я яблоко нагретое солнцем, готов, конечно, дать практически любому, вот, но, как бы, одно дело бизнес, другое дело, другое дело добрые дела, то есть добрые дела, отдельно, бизнес отдельно, с моей точки зрения, как человек, я могу все что угодно, но как бизнес, мы заточены под заработок денег, и если к нам приходит кто-то, вот, типа, вот этих гениальных ребят, которые предлагают какое-то интересное решение, которое еще и там 20, блин, с лишним раз дешевле своих конкурентов, и гибче, и интересное, и там явно возможная подписка, и там куча разных бизнес-моделей, и вообще дико добрые, хорошие, ну, это... Встроенный Apple Watch, и все остальное. абсолютно, абсолютно, и ты знаешь, я на самом деле, вот давай я теперь тоже, вот классно, кстати, мне кажется, это у нас с тобой пилот, но мне кажется, классно получается вот разворачивать все время стол друг к другу и задавать друг другу вопрос, я прям очень доволен. Давай я к тебе это разверну, вот ты как человек такой более технологический, и я думаю, мы так или иначе в передаче нам придется о футуризме, о футуризме периодически говорить, ведь мы же идем к этому, что человек начнет, там, тело начнет, вот, руки заменять, органы заменять, там, голову, что ты думаешь, насколько это быстро, и что... What will go first? Что будут тебе первыми частями, которые люди, там, не знаю, глаза, уши... Ну, они уже есть, да, то есть, в первую очередь, это руки, и я более того скажу, то, что в этом году, и в этом, по-моему, и в прошлом, это тоже было на сессе, для тех, кто не знает, это самая большая в мире консюмерская конференция, выставка, проходит ежегодно, то есть, и там показывается куча всего, отлетающих, значит, квадрокоптеров, отлетающих такси, VR, и все остальное, так вот, и там был, ну, отдел робототехники, и, соответственно, мне кажется, что оба года, я видел человека, у которого нет рук, вместо, вместо его рук, у него такие протезы, они выглядят не так красиво, как эти, а вполне себе, как у терминатора, такие железные, и что он творил, то есть, он там чуть ли не жонглировал, просто, он все, что угодно мог делать этими руками, и этот человек, он сам CEO, создатель этой компании, именно потому, что у него такая вот, вот такое несчастье случилось в жизни, он стал, как бы, копать, разбираться, как можно вообще это адресовать, да, как можно решить этот вопрос, и он создал свою компанию, они делают эти протезы, я не знаю, сколько они стоят, если бы я знал, что ты будешь обсуждать эту тему, может быть, я бы нашел бы больше информации, вот, и, ну, кто-то тоже могли обсуждать, но это было фантастически, то есть, я стоял, смотрел завороженно, то есть, отвечая на тот вопрос, как скоро это будет, это уже происходит, вот, и происходит нам намного-много быстрее, чем многие из нас могли представить, там, 10 лет назад, говоря про то, что какие части дальше будут заменять, на самом деле, у нас тут недавно была довольно интересная дискуссия, и один мой товарищ, он как раз рассуждал вполне серьезно на то, что такое киборг, да, в нашем понимании, киборг, это когда части тела, ты начинаешь либо усиливать, либо дополнять, какой-то электроникой, он говорит, ну, а какая вот тебе разница, представь, что ты Apple Watch вошьешь под кожу, ты тогда станешь киборгом, а по функционалу ничего не поменяется, что по сути твой там смартфон в руке, вот, или песы, они уже тебя делают, они как бы, они дают тебе твои суперспособности, и неважно, как бы они у тебя приклеены к коже, или ты их держишь, то есть, дальше это, ну, больше сейчас вот все эти smart glasses и прочее, появятся контактные линзы, которые уже есть прототипы с дополненной реальностью, ну, там еще довольно далеко до масштабных решений, но тем не менее, это все в течение 10 лет, да, то есть это, в ближайшие 10 лет, я думаю, они будут посвящены как раз вот neuroscience и интеграции людей с электроникой на все более-более, как бы, в таком суровом уровне. Слушай, ну, а вот вопрос, я уверен, что я ответ знаю, ты готов сам? Теперь я, я бы, теперь я вот боюсь, то, что вдруг у меня неправильный ответ, если ты знаешь ответ. Давай. Интересно. Готов? Готов к себе, ну, начинать вот эти вещи, оставляй. Слушай, это так быстро, с одной стороны, так быстро все происходит, с другой стороны, все происходит плавно, да, это же не то, что сейчас, вот прям сейчас тебе пришел доктор и вклеил в череп что-нибудь, он тебе сначала, я не знаю, там эту шапочку из фольги повесит, потом еще что-нибудь, и постепенно, постепенно, как бы поймешь, что тебе тяжело ее надевать каждый день, ты скажешь, ну, приклейте, вот, а потом, то есть это, да, становится частью тебя, вот, ну, ты знаешь, мне кажется, у человека все равно есть определенное, у человечества есть чувство самосохранения, и что этот процесс как бы 10 раз будет обсуждаться с точки зрения этики, останемся ли мы при этом все людьми и так далее и тому подобное, что будет какой-то баланс, потому что в большинстве своем, в подавляющем, те ученые и бизнесмены, да, и корпорации, которые продвигают эти вещи, они все-таки, они не просто прячутся за лозунгами «Мы хотим делать мир лучше», да, они действительно как бы этого хотят, многие, большинство, вот, и они стараются контролировать такие вещи тоже с этической точки зрения, почему там, ну, людей тоже полноценно не пытаются клонировать, да, ну, наверное, где-то пытаются, но как бы это хайпа не вызывает, да, опять тоже, ну, там, во многом по этим же причинам. Так что я думаю, что это будет происходить постепенно, и я думаю, что мы все даже не заметим, как бы у нас никто не будет, не будет момента, когда ты будешь принимать решение, готов ты или не готов, прошлое будет происходить. Окей, как говорят по-английски, a cop out. Ну, смотри, мой ответ, я готов абсолютно, более того, я очень удивлюсь, ну, там, не знаю, наступит ли этот день доживули, но я очень удивлюсь, если в момент, когда мне скажут, давайте вам там глаз поменяем, вот на тот и тот, или давайте вам там увеличим возможность, добавим вам в обоняние, там, пять тысяч оттенков, или там голосовые связки укрепим, так что вы тот и тот, я сильно удивлюсь, если я скажу нет. Будет забавно, если я после твоего пения в этом эфире начнут все-таки такие предложения, как тупая, давайте его просто удалить. Слушай, да-да-да. Не, я абсолютно точно готов, я как-то, я даже, наверное, себя, как бы так, знаешь, провоцирую, говорю, ну, что, струсил, что ли, боишься, что ли, да, да, что, испугался, что ли, давай, давай, типа, вот как вот мальчишки, ну, девчонки в меньшей спепени, мальчишки в детстве, знаешь, как типа, ну, давай, давай, ну, прыгни, ну, прыгни, прыгни, я как-то типа, давай, не знаю, мое ощущение, не знаю, что ты думаешь на эту тему, но мое ощущение, возвращаясь к изначальному посылу, что мы очень сильно загнаны в такой вот приматовский фрейм, и в плане развития, эволюции того, чем мы являемся сейчас, и были когда-то, и будем, ну, там наши предки были когда-то, как человечество, или пречеловечество, и будем в будущем, я думаю, что мы очень часто, я в том числе, абсолютизируем тот кусочек в истории, который вот тебе и мне там, ну, надеюсь, долго лет еще удается увидеть. То есть, мне кажется, знаешь, у Докинса было совершенно офигенно, не помню, это точно не из Selfish Gen, но где-то у него было совершенно офигенно, про то, что, там, типа, солнечной системе осталось существовать, я не помню, там что-то 100 или 200 миллионов лет, и можно с полной уверенностью сказать, что те существа, которые, там, будут жрать попкорн, и смотреть, как солнце угасает, будут, не будут иметь с нами, будут иметь с нами не больше общего, чем мы там с улиткой имеем, или с пиздечком. Это вообще будет абсолютно хужество. Вот. Слушай, ужасно круто, я прям ужасно доволен нашим пилотом, дорогие зрители, вот так вот мы с Сергеем попытались пару новостей, я думаю, в будущем мы, может, будем немножко больше. Если у тебя есть какие-нибудь заключительные слова глубокой мудрости, или не глубокой мудрости, поделись, но, блин, я прям, мне было интересно. Слушай, мне тоже интересно, и я рад, что мы на самом деле не репетировали, да, эти разговоры, потому что, ну, на самом деле довольно прикольно пообсуждать такие вещи, вот, я не ожидал тоже такой глубокой дискуссии на тему киборгов, и как солнце будет гаснуть, и так далее. Это потому что виси все производят впечатление очень ограниченных людей, в том числе и я. Да. Вот. Я не знаю, это по формату, как понравится зрителям или нет, в принципе довольно долго получилось. Я, честно говоря, думал, что мы с тобой, эфир на 10 минут будет, вот, но, видишь, мы как разговаривали. Ничего нам. Супер. Пожалуйста, напишите в комментариях, что интересно, не интересно, долго, недолго, может быть, мы можем вот за это время побольше новостей каких-то обсудить, потому что, в принципе, здесь происходит просто дурдом, да, каждую неделю, здесь спецок каких-то революционных концептов. Дурдом в хорошем смысле, если кто-то вдруг подумал, сейчас скажет, вот, Сергей сказал, что дурдом, ничего не дурдом, там все классно, дурдом в позитивном смысле. Сергей, спасибо тебе, я в последнее только, что хотел сказать, это те хрень, те хрень, what you gonna do, what you gonna do if they come for you. Спасибо тебе большое. Было очень... Прекрасно. Спасибо. Спасибо. Где стартаркотики? Как растут стартаркотики? Кто у нас стартаркотики? ДПС, 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 Страните юникордами. Да, лежать здесь не место.